Год назад Алексей Текслер приехал на Южный Урал в качестве временно исполняющего обязанности губернатора. Это был непростой период для Челябинской области. Жители региона нуждались в молодом и уверенном руководителе, который будет решать накопившиеся проблемы. Уже в сентябре на выборах Алексей Текслер уверенно одержал победу. Почти 70% южноуральцев отдали голоса за нового губернатора. Это доверие глава региона оправдывал не раз. Это первый матч в этих стенах. Игра между юношеской командой и ветеранами трактора для жителей Кыштыма стала одним из самых знаковых событий. Игра прошла на ледовой арене, которую не могли достроить около 10 лет. Глава региона Алексей Текслер, узнав историю спортивного долгостроя, немедленно подключился. Из областного бюджета были направлены 97 миллионов рублей. Стройку разморозили и всего за полгода сдали объект. Кыштымцы получили современную ледовую арену, о которой так долго мечтали. Есть такие объекты, мы все обязательно достроим. Это правильно, это нужно детям. Собственно, когда я сюда приехал первый раз, именно дети ко мне обратились с просьбой достроить этот каток. Не было других вариантов. Так что этот вопрос, он очевиден для меня был. Теперь в ледовой арене дети впервые знакомятся с фигурным катанием. Для новой секции нашли тренера. Кстати, на Южном Урале с подачи губернатора впервые реализуют и программу «Земский тренер». Работает она по аналогии с «Земским доктором». Приезжим специалистам будут предоставлять жилье и единовременную выплату. Помимо кадрового вопроса, Алексея Текслера волнует и проблемы медицинского обслуживания населения в отдаленных районах области. До конца 2020 года по поручению губернатора в регионе откроют более 20 ФАПов. Два ФАПа строительства уже начато на уровне фундамента. И подключение идет сетей для того, чтобы дальнейшее строительство было возможно. Это в Архангельском, село Архангельское и Ключевка. А в дополнение к стационарным закупят и 15 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов. За последний год стала меняться и ситуация с общественным транспортом. Для региона закупили новые автобусы на газомоторном топливе. Машины лично осматривал глава региона. Внутри салона роскошь для современной молодежи. USB-розетки и сеть Wi-Fi. А еще пандусы для маломобильных граждан. Двигатель мощнее чувствуется и мягче действительно. Оборудован камерами со всех сторон. То есть, наблюдаешь обстановку, полностью вокруг автобуса все видишь. Автопарк будут обновлять и дальше. Постепенно новые автобусы появятся и в маленьких городах. На это направят крупную сумму из регионального бюджета, а также федеральные средства. К решениям вопросов Алексей Текслер всегда подходит комплексно. Ведь одно дело купить экологически чистый транспорт, а другое правильно его эксплуатировать. И чтобы новые автобусы дольше служили, нужно обратить внимание на дороги, что и сделал губернатор. Да. Что я вам скажу. Состояние дорожного полотна, конечно, не просто ненормативное. Она не выдерживает никаких слов цензурных. Сев за роль отечественной лады и прихватив с собой министра дорожного хозяйства в качестве штурмана, глава региона проехал по основным магистралям. Тест-драйв показал слабые стороны дорожного полотна на улице Шаумиана. Неот получил и въезд на ОМОЗ по Троицкому тракту. Как итог, расширение списка магистралей, которые отремонтируют по программе «Безопасные и качественные дороги». Более того, губернатор принял решение о так называемой цифровизации дорог. Планируется создание сайта, где каждый житель сможет узнать, какой участок ремонтируют, а какой только планируют. За этот год южноуральцы привыкли к неожиданным решениям Текслера, так называемым разворотом. Он продемонстрировал его в марте прошлого года во время своей первой поездки по области. Вместо инспекции ледовой арены «Трактор», которая стояла в планах, руководитель области вдруг принял решение ехать на Коркинский разрез и горящую свалку в поселке Роза. Стоит отметить, что о проблемных местах Алексею Текслеру жителей области сообщают в социальных сетях. Аккаунт губернатора в Инстаграм за несколько дней после регистрации набрал более 30 тысяч фолловеров. И тысячи комментариев с описанием проблем. Предложите места и объекты, на которые необходимо обратить внимание в первую очередь. О чем мне еще надо знать? По итогам 2019-го Текслер возглавил медиарейтинг глав регионов Уральского федерального округа. Такая популярность объясняется просто. Его принцип открытости работает. Губернатор приучает чиновников не замалчивать острые вопросы и выходить на открытый диалог с жителями. Только так, по мнению Алексея Текслера, можно быстро решать проблемы региона.